Спасибо. 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 который нам говорит как раз о том, что здоровых детей сейчас рождается, начиная с 1980 года, в 4,2 раза меньше. Это данные периоды до 2014 года, вы сейчас видите на слайде. Вот поэтому в нашей с вами федеральной образовательной программе и появились такие направления, такое содержание, которое бы помогло решить вот эти проблемные векторы, которые были обозначены различными педагогами, практиками, исследователями и собственно подтверждением в реальном времени того, что наши практики-исследователи нам говорят. Ну и каким же хочет государство видеть современного дошкольника? Вот как раз в федеральной образовательной программе заявлено, что дошкольник должен быть активным, целеустремленным знать, понимать, соблюдать правила здорового образа жизни. Он должен любить заниматься спортом, может быть, у него должен быть любимый вид спорта. Этот ребенок инициативный, этот ребенок счастливый. Вот как примерно такие дети, которых вы сейчас видите на экране. Ну и, конечно, хорошо бы, чтобы вот эти приоритеты здорового образа жизни культивировались в семье, вот как на фотографии, которые вы видите центральной на этом слайде. Вот на этом нас ориентирует образовательный область физического развития федеральной образовательной программы. И сейчас на слайде мы с вами видим, что в принципе образовательный область физического развития структурирована по нескольким, пяти, если говорить конкретно, направлениям. Какие-то, в принципе, у нас в истории нашего физического воспитания были заложены всегда, да, основная гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, а какие-то направления культивируются совсем недавно. Формирование основ здорового образа жизни и активный отдых вообще являются новым направлением в рамках физического воспитания. Если говорить о раннем возрасте, то, конечно, в раннем возрасте ребенок развивается еще функционально, формируются его базовые движения, да, и с двух до трех лет только мы начинаем работать по направлению физического воспитания, собственно, и их всего три в раннем возрасте с двух до трех лет. Это основная гимнастика, подвижные игры, игровые упражнения и формирование основ здорового образа жизни тоже. Но с трех-четырех лет спектр направлений, как вы видите, расширяется. И чем это обусловлено? Конечно, мы с вами говорили о том, что нужно каким-то образом мотивировать детей к занятию двигательной деятельностью, физической культурой, спортом, что наше поколение современных дошкольников не мотивировано на движение часто. И поэтому вот спортивные игры, спортивные упражнения являются, конечно, тем мотиватором, которые способны, значит, заставить ребенка дошкольного возраста заниматься спортом. Почему? Потому что спорт – это всегда яркое, интересное оборудование, да, это всегда привлекательные атрибуты спортивные. Спорт – это всегда интересный взрослый, это, скажем так, идеал, на который хочется быть похожим. Спорт – это пример взрослого в том числе, поэтому спортивные упражнения в рамках федеральной образовательной программы основы спорта – это как раз очень важное направление, которое формирует у детей именно желание заниматься движением, заниматься спортом. И если мы посмотрим более далее в содержание, то достаточно широкий спектр спортивных игр и упражнений, которые дети должны освоить в рамках федеральной образовательной программы в дошкольном детстве. Активный отдых – это новое направление. Мы с вами говорили, что сейчас нет у детей инструментов полезного проведения своего досуга, тем более семейного досуга. И вот как раз в рамках вот этого направления активного отдыха появляется основа туризма, туристические прогулки и экскурсии как один из инструментов формирования здорового образа жизни в рамках не только детского сада, но и семьи. Потому что туризм, как мы с вами понимаем, это всегда выход за пределы детского сада. Это значит вместе с семьей. Поэтому активный отдых, вот это направление рассматривается обязательно в тесном сотрудничестве с нашими первыми партнерами, с нашими родителями. И уже в средней группе появляются элементарные туристские прогулки, а в 5-6 и в 6-7 лет появляется уже действительно закладывать элементы туристской деятельности. Вы видите, что какое содержание, например, в 5-6-летнем возрасте уже осваивается детьми в рамках федеральной образовательной программы. И мы с вами понимаем, что, конечно, педагоги должны тоже быть компетентны в этом направлении для того, чтобы передать определенные знания, определенные компетентности своим воспитанникам. Основная гимнастика. Но это направление было, конечно, всегда. И мы с вами еще раз говорим о том, что наша федеральная образовательная программа стоит на методологических основах физического воспитания, которое разработано было еще советской системой. Методика физического воспитания сейчас, это, скажем так, наш главный тренд, который мы сейчас используем в своей работе. Но методика, которая учитывает особенности наших современных детей. И мы с вами об этом попозже поговорим. То есть, да, методика у нас разработана давно. И она действительно учитывает все особенности дошкольного детства, психологические, физиологические. Это очень слаженная, очень такая проработанная и адаптированная многолетняя практика, система работы. Но мы, конечно, должны вот эти методологические подходы накладывать на новые современные формы деятельности с современными дошкольниками. Я об этом чуть-чуть попозже поговорим. Да, основные движения – это все виды движений, которые в методике физического воспитания у нас есть. И вы знаете, что они жизненно необходимые движения, что мы осваиваем их не только для того, чтобы ребенок умел далеко прыгать, быстро бегать, быть ловким. Но все основные движения, которые заложены в нашем методике физического воспитания, имеют здорово-сберегающий смысл. Об этом еще говорила Нина Владимировна Полтавцева, один из авторов программы, в частности, «С детства в утречество». Мы учим ребенка ходить, высоко поднимая колени на занятиях по физическому воспитанию, для того, чтобы он смог использовать это в своей жизни. Учим ходить представленным шагом для того, чтобы он смог в жизни реальной, например, ходить по скользкой дорожке. То есть это очень важные, необходимые навыки, которые ребенок осваивает в дошкольном детстве и тем самым еще и развивает физические качества, своей ловкость, быстроту, выносливость и так далее. Это же, конечно, и общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Мы знаем все их виды. Это, конечно, строевые упражнения. Зачастую в практике детских садов какое-то время строевые упражнения, скажем так, были нивелированы на физкультурных занятиях, потому что личностно-ориентированный подход, определенные требования к взаимодействию педагога и ребенка выводили практиков на то, что строевые упражнения не так важны в использовании, с учетом вот этих современных взглядов на субъект, субъектную позицию. Но, к сожалению, это, конечно, ошибка, потому что вот как раз строевые упражнения, построение, перестроение сейчас для современного ребенка очень важны, потому что не секрет, что они формируют умение слышать взрослого, умение выполнять инструкцию, умение согласованно действовать, умение действовать в коллективе, в одном темпе, в одном ритме. Это очень сложно координированные движения, которые оказывают мощное воздействие не только на физическое развитие ребенка, но и на развитие всех структур его головного мозга. Ну и ритмическая гимнастика. Да, были программы и раньше по ритмической гимнастике, но они существовали отдельно, как дополнительные программы или как парциальные программы. Сейчас ритмическая гимнастика заняла свое место именно в структуре основной гимнастики в рамках, собственно, федеральной образовательной программы, потому что и это направление физического воспитания является также мощным средством для интегрального, интегративного развития ребенка. Это выполнение физических упражнений, и строевых, и общеразвивающих, да, под музыкальное сопровождение. Тоже мощное воздействие на и физическое развитие, и на, собственно, общее развитие ребенка, потому что выполнение сложно координированных порой движений под определенный музыкальный темп и ритм – это большая работа детского организма, и которая оказывает мощнейший эффект на его развитие. Поэтому в основной гимнастике у нас вот все вот эти составляющие сейчас и заложены в федеральной образовательной программе. И если мы посмотрим на такую перспективу задач, начиная от раннего возраста, 2-3 года, до подготовительной группы, то мы увидим, что вот эти задачи, они развиваются поступательно, да, не только, скажем так, по появлению новых видов движений, но и по более глубокому погружению, расширению двигательного опыта по каждому виду в каждом возрасте. То есть если, например, мы осваиваем какие-то спортивные игры, упражнения с технической стороны в средней группе, да, то уже возле 6-7 лет мы занимаемся не только закреплением техники выполнения этих движений, да, но и узнаем представителей известных из этого мира спорта. Мы стараемся воспитывать у детей качества, похожими на таких людей. Мы воспитываем их чувство гордости за представителей того или иного вида спорта. То есть мы затрагиваем уже тему не только технического выполнения упражнений, но и совершенно другой стороны, да, нравственной, воспитательной. Здоровый образ жизни. Вот в планете Детства Лада есть очень интересная программа по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников. Называется она «Будьте здоровы». Разработана она вот на площадке детских садов планеты Детства Лада под руководством кандидата педагогических наук Аллы Анатольевны Ошкиной. И вот эта модель формирования основ здорового образа жизни, она как нельзя лучше ложится на особенности дошкольного возраста. Мы начинаем работу с эмоций, с интереса ребенка. Если ребенку интересно, если ему эмоционально комфортно, то, конечно же, он освоит все правила здорового образа жизни. И если он это в деятельности, в игровой деятельности, в продуктивной деятельности будет закреплять знания об этих правилах, то в конечном итоге все равно в будущем они перейдут у него в навык. По формированию основ здорового образа жизни, как мы заметили, мы начинаем работу с еще группы раннего возраста. Конечно, именно там мы работаем над положительными эмоциями от гигиенических процедур до соблюдения режима дня. Ребенку должно быть интересно, комфортно мыть руки. Он должен любить ходить на эти процедуры. Когда мы достигнем этого, то в дальнейшем на эту почту легко будут ложаться знания и представления, которые мы получаем в различных видах деятельности, которые все прописаны, эти виды деятельности в федеральной образовательной программе. И, конечно же, методы и приемы, которые позволяют нам формировать все правила здорового образа жизни, они не концентрируются в рамках определенной формы, например, занятия. Они расредотачиваются в разных формах и видах детской деятельности и может идти освоение этих знаний о правилах ведения здорового образа жизни в течение всего дня. В течение самых таких простых режимных моментов. И если рассматривать вообще составляющие элементы здорового образа жизни, то вы сейчас их видите на экране. Как раз все они, собственно, и прописаны сквозной линией федеральной образовательной программы. Но если режим дня, закаливание, культурно-гигиенические навыки нам с вами знакомы, рациональное питание, двигательная деятельность, то хотелось бы несколько слов сказать о психосаморегуляции. Это тоже элемент здорового образа жизни. К сожалению, у нас в стране нет такой традиции внимательно относиться к своему психологическому здоровью. И хорошо, когда вот эти навыки умения владеть собой, умение справиться со своей обидой, умение справиться со своей злостью и другими негативными эмоциями, которые впоследствии могут, конечно, сказываться и в принципе на фоматическом здоровье человека, хорошо бы, чтобы эти навыки, умения были заложены уже в дошкольном действии. Чтобы из дошкольного детства ребенок вышел с определенными простыми инструментами и в помощи самому себе и учился в будущей своей жизни искать эти инструменты тоже, помогая себе. Вот что такое элемент психосаморегуляции, который вот разработан в рамках нашей программы порциальной. Так же, как и медицинская активность. Ведь, опять же, признаемся себе сами, зачастую мы, взрослые, лечим заболевания, мы очень слабо занимаемся вопросом профилактики. Государство сейчас очень заинтересовано, чтобы мы, члены нашего общества, именно занимались вопросом профилактики заболеваний. И вот в медицинской активности в рамках порциальной программы «Будьте здоровы» как раз масса форм, методов приемов, работы с детьми, которые формируют у детей знания и умения, как не заболеть. Конечно же, есть элементарные способы помощи себе, когда ты заболел, доступные, конечно, ребенку. Мы не говорим здесь нисколько о лекарствах. Мы говорим о элементарных и доступных средствах помощи себе с помощью взрослого, конечно, с помощью мамы, с помощью родителей. Но очень много говорим о том, как не заболеть, что нужно делать, чтобы остаться здоровым. И в период, когда острое респираторное заболевание у нас на пороге. И вообще. Ну вот мы с вами рассмотрели коротко все составляющие, которые у нас заложены в федеральной образовательной программе. И еще раз хочется сказать о том, что все образовательные задачи, которые решают в рамках этих пяти направлений, параллельно идет большая работа. Мы должны с вами вести деятельность по воспитанию, приобщению детей к ценностям, жизнь и здоровье. Это очень важные моменты, потому что даже на выходе из детского сада в качестве результата освоения программы у нас есть и воспитательные результаты. Мы с вами посмотрим еще это на слайде. Если мы это опять же посмотрим внимательно на задачи, то видим, что воспитательные задачи, как и образовательные, как и оздоровительные, а вы знаете, что оздоровительные задачи – это признак вообще физического воспитания, отличия от других образовательных областей. Очень хорошо воспитательные задачи прописаны от возраста к возрасту. Сейчас они выделены на экране. Но если мы рассмотрим содержание, скажем так, инфографически, нашей образовательной области, то мы увидим как бы два блока. Познавательный, что касается формирования основ здорового образа жизни. Хотя, как я уже сказала, познавательный этот блок осваивается в различных видах деятельств. Все равно деятельность на подход в априори. И в плане обогащения двигательного опыта – это физическая культура. Другое направление. Собственно, физические упражнения, в процессе которых осваиваются различные двигательные навыки и развиваются физические качества. И все это на основе такой субъектной позиции ребенка. Вот эта субъектная позиция ребенка – важная характеристика федеральной образовательной программы. И если мы посмотрим еще более детально на содержание образовательного образования, то мы увидим, какой большой арсенал движений ребенок должен освоить за свое дошкольное детство. Если мы рассмотрим физическую культуру, да, кроме большого спектра основных движений, да, основной гимнастики, мы видим, что только спортивных упражнений сколько, да, включая и катание на коньках, да, такой достаточно интересный вид спорта в рамках дошкольного учреждения, согласитесь, и катание на самокате, и катание на велосипеде, и плавание. При всем при том, что не все детские сады имеют в своем учреждении бассейны. Ну и, конечно, активный отдых. Так вот, какое наше видение, да, реализация такого обширного содержания? Это, конечно же, еще раз я скажу, взаимодействие с семьей. Бесспорно. Мы можем какие-то задачи, какое-то содержание образовательной области переложить на плечи родителей. Естественно, проведя с ними определенную работу. Вот вы видите сейчас на экране возможные варианты, да, и просветительской деятельности детского сада, и информационно-практических мероприятий, которые можно провести для родителей вместе с родителями, чтобы родитель погружался в содержание, скажем так, образовательной области. И мы можем доверить родителю при определенной, предварительной нашей с вами работе и обучении ребенка катания на коньках, да, потому что, конечно, в стенах дошкольного учреждения это достаточно проблемный вопрос. И освоение навыков плавни с помощью родителей и партнерских организаций. Наверняка во всех городах и есть бассейны, да, городские, муниципальные, которые можно посетить вместе с родителем. Обращаю ваше внимание, например, что как результат федеральной образовательной программы ребенок должен владеть любым навыком плавания, если помните, любым способом, вернее, плавания. Если помните, раньше у нас заявлен был способ программы, да, либо это кроль, либо это дельфин даже в более таких серьезных программах обучения плаванию, то здесь любой способ плавания, которым ребенок сможет повладеть. Поэтому вот один из выходов решения этой проблемы, такого богатого содержания, двигательного опыта, который должен обладеть ребенок, мы говорим о том, что взаимодействуем плотно с партнерскими организациями и с родителями, которые нам помогают в выполнении задач. Кроме того, хотелось бы еще сделать такой акцент на содержание образовательной области. Еще такой момент. Если мы говорим о том, что, собственно, вернулась к нам методика физического воспитания, да, наша богатейшая, то, опять же, мы должны учитывать уровень физический наших детей и внимательно смотреть содержание федеральной образовательной программы. В каком ключе? Опытные практики зачастую уже понимают, какой вид движения или упражнения должен осваиваться ребенком определенного возраста. Но на самом деле, что ряд упражнений, особенно сложно координированных движений, как бы спущены на возраст позже. Если раньше, например, вы видите два примера на слайде, если раньше бег с заплёстами голенами назад уже выполнялся детьми 5-6 лет, программа физического воспитания, то сейчас федеральная образовательная программа нам предлагает осваивать этот способ бега только в возрасте 6-7 лет. И тоже касается прыжков через скакалки, да. Вот приведен пример программы Нина Владимировна Полтавцева из детства водорочества, и мы видим, что здесь совершенно разные вариативные способы прыжков и через короткую скакалку, и через длинную скакалку. Тогда как федеральная образовательная программа не такой широкий арсенал прыжков нам предлагает в связи с тем, что не совсем наши дети готовы к выполнению такого сложно-координированного движения. Надо с этим быть аккуратным. Мы, конечно, не говорим о детях, способных, да, скажем так, к физической деятельности, двигательной деятельности. Мы говорим о такой общей массе детей. Помните, впереди в начале нашей с вами встречи был слайд, что здоровье детей у нас сейчас, скажем так, оставляет желать лучшего. И гиподинамия тоже оставляет, скажем так, свой след. Ну и хочется поблагодарить федеральную образовательную программу за то, что очень хорошо прописано содержание каждого вида движения. Вот я привела пример основного движения метально, да, от возраста к возрасту. Мы видим, как усложняется двигательный навык, как меняются условия организации освоения этого двигательного навыка, да, все прописано четко, какие мы используем средства, да, какое расстояние, как это все должно быть организовано. Даже самый малоопытный педагог может легко воспользоваться содержанием этой программы и организовать любой вид деятельности. Ну и в завершении обзора программы, чтобы перейти уже на практические аспекты, еще раз обращаю ваше внимание на результаты. Вот вы видите сравнительный, да, анализ результатов федеральной образовательной программы и примерной основной общеобразовательной программы, которую мы еще в недавнем времени с вами реализовывали, да. Мы видим, что гораздо шире вот это результативное поле, и в результатах мы видим проявление творчества движения, и в результатах мы видим проявление духовно-народственных качеств. То есть очень серьезные заявленные требования, которые в результат у нас с вами должны выйти на выходе ребенка из дошкольного детства. Обращаю на это внимание. Ну и если говорить о воспитательном, да, как бы аспекте, то если более подробно, посмотрите, как хорошо расписан результативный аспект вот в нашей федеральной образовательной программе. Это очень важно. Каким образом еще такое широкое содержание программы реализованы с помощью партнеров, первое, наших организаций партнерских, с помощью родителей, вернее, второе партнерские организации, первое – это родители. Еще это организация самого процесса. Вот сейчас вы видите на слайде примеры двигательных режимов в младшей группе и в старшей группе. Вообще в федеральной образовательной программе заложены двигательные режимы всех возрастных групп. И вы видите, что там очень четко прописаны все виды двигательной деятельности и продолжительности, и периодичности их применения. Это, конечно, облегчает работу педагога. В принципе, двигательный режим всегда был заложен в физическом воспитании, и это очень правильно, это очень организующий фактор в реализации системы физического воспитания, именно системы. И вы видите, что как раз туристическая прогулка, спортивная прогулка, как основа туристической прогулки, уже предвестия к туристической прогулке, уже заложены в младшей группе. Уже вот эти вот направления, элементы активного отдыха введены в двигательный режим. Раньше такого не было. Остальные компоненты двигательного режима, в принципе, сохранены. Те, которые раньше были в методическом, в методическом воспитании. А вот туристическая прогулка, она введена вновь. Что касается, опять же, учета современного ребенка. Вот как раз через формы работы с детьми мы с вами можем, скажем так, достучаться до современного ребенка. Вы видите, наработанные в практике детских садов планеты детства Лада те признаки форм работы, которые действительно работают сейчас с современным ребенком, на наш взгляд. Это, конечно, учет событийного принципа. Хорошо, когда формы организации по всем образовательным областям, скажем так, работают на одно событие. У нас с вами есть календарь событий в федеральной образовательной программе. Очень важно, это активная в младшем возрасте или субъектная позиция ребенка. Очень важно. Это решение задач сразу нескольких образовательных областей. Вот это очень важно. Сейчас мы говорим с вами о физическом воспитании, а в принципе любая образовательная область, федеральная образовательная программа достаточно содержательная, достаточно насыщенная. Для того, чтобы нам действительно полностью реализовать федеральную образовательную программу, нам нужно подбирать, разрабатывать, это наш с вами интеллектуальный труд, подбирать и разрабатывать формы работы, которые, скажем так, одним выстрелом убивают нескольких зайцев, которые одновременно решают задачи нескольких образовательных областей. Я далее приведу примеры. Ну, конечно, параллельное решение воспитательной задачи. Но это было всегда. Это какое-то время назад у нас программу воспитания отделили от образовательной. На самом деле в дошкольном действии это, собственно, неотделимые вещи. Поэтому, конечно, воспитательные задачи должны обязательно решаться параллельно. Ну и, естественно, учет индивидуальных особенностей, возможностей ребенка. Опять же, это всегда было методики дошкольного воспитания, мы всегда это делали. И делаем, будем делать это сейчас. Ну и вот приведены примеры форм работы, которые как раз отвечают всем подходам, которые вот я ранее на предыдущем слайде заявила. Это игротеки, просветительские мультклубы, двигательные маршруты, маршрутные игры, часы спорта, новых игр, фитнес-фестивали и так далее. То есть это формы работы, которые первое ставит ребенка в активную позицию. Он не объект, который воспринимает ту или иную задачу. Он субъект, он участник, он вместе. И посмотрите, что касается интегративного подхода. Просветительский мультклуб, казалось бы, да, это, скажем так, мультипликация, да, создание мультфильма, это деятельность, связанная больше с творческой деятельностью ребенка. Но тем не менее, если мы положим в содержание мультфильма рекламу видов спорта ребенка или алгоритм правила игры в определенный вид спорта, то тогда это уже у нас такой обучающий мультфильм. И когда мы его создаем, то мы решаем сразу массу задач из области познавательного развития, художественно-эстетического развития, конечно, физического развития и так далее. То есть вот как пример той интегративной формы работы, которая позволяет, как я уже сказала, одним мероприятием решить массу задач. А если мы еще посмотрим мультфильм и будем обсуждать с детьми, ну и в процессе, конечно, создания мультфильма решаются речевые задачи, но и в процессе обсуждения очень большой спектр речевых задач, познавательных задач решается. Поэтому это очень эффективная форма. Игротека. Вот пример. Вы видите фотографии различных игр, но не удивляюсь, что здесь на фотографии взрослые просто сделаны фотографии на совещании с педагогами организации. И вы видите как раз игры, которые, собственно, тоже, во-первых, интересны для ребенка, поэтому он будет в это играть, во-вторых, ставит его в активную позицию и, в-третьих, опять же, решает задачи нескольких областей. Вот на левой нижней фотографии это игра-ходилка, которая организована на территории детского сада. Мы привыкли видеть игру-ходилку на площади стола или на площади пола. Это нам привычно. А это на территории. И при бросании куба возникают отдельные задания по различным видам движений. Или, допустим, правил второго образа жизни, но чаще двигательные какие-то задания. Эти задания могут включать творческий какой-то компонент, может включать какую-то проблемную ситуацию. Очень интересно. Дети находятся в постоянной мозговой и двигательной работе. Такая очень ответная со стороны детей форма и прожитая нами. Ну и, конечно, вот вы видите на правой нижней фотографии закрыты песочницы, на которых мы видим настольные игры с правилами. Игра в футбол, боулинг в данном случае. Опять же, это возможность общения в процессе игры. Это возможность согласовывать свои действия. Это возможность развивать сенсомоторику свою, глаз, рука и так далее. Площадь увеличивается. Это более сложно, чем мы, если это будем делать на площади стола. Например, как мы это привыкли. Пожалуйста, на левой верхней фотографии это наша реанимированная игра советских времен лягушки. Тоже очень интересная форма, которая позволяет детям, кроме освоения сложно-координированного двигательного навыка с предметом, с мячом, еще, опять же, является такой возможностью поставить и решать творческие задачи, потому что один из усложненных этапов этой игры – это придумай свое движение. Опять же, в лягушке можно играть двумя командами, соревновательный эффект вводить, и это тоже символ продолжать эту игру до бесконечности. Открываем секрет, что вот эти стены, которые находятся практически на каждом участке для лягушки, они никогда не пустуют. Вот. Ну и на правой верхней фотографии – это игра в футбол вдвоем. Они сейчас очень распространены и в городской среде, вот у нас в Тольятти. Ну, это такая созданная своими руками, скажем так, среда, которая усложняет, как бы, и одновременно упрощает взаимодействие двух игроков. Да, площадка ограниченная, надо быть более ловким, надо быть более умелым для того, чтобы забить голос ему соперник. Но в данный момент идет разыгрывание. Кто быстрее схватит мяч, повернулся, тот и будет первым, значит, владеть мячом. Поэтому они стоят спиной друг к другу. Следующий момент – опять форма работы, которая позволит реализовать те подходы, которые заявила ранее. Это, вы видите сейчас, пример напорной карточки, которая является инструментом организации, самостоятельной организации подвижной игры. Есть такой опыт в одном из детских садов, 99 капелька, планета Девства Лада, как раз этот детский сад разработал технологию развития самостоятельности при организации подвижных игр. Вот на этой карточке, собственно, размещены компоненты подвижной игры, элементы подвижной игры. Начало, наличие ведущего, его роль, расположение на площадке, правила игры, есть ли сигнал. И вот на последнем секторе цифра 1-2 – это вариации, которые дети придумывают для этой игры. Конечно, смотрите, опять же, интегративный подход, да, умение работать со схемой, умение читать схему, умение планировать свою деятельность и так далее. То есть вот интегративный подход с познавательной сферой, да, наглядное моделирование тут широко представлено, ну и, конечно, собственно, двигательная деятельность, потому что мы говорим о подвижных играх. И тоже этот опыт очень хорошо живет в детских садах. Спортивная лаборатория. Смотрите, как пример спортивной лаборатории, да, мы не ставим прямую задачу детям, мы им предлагаем определенный артенал средств. Вот вы видите разные по габариту, по весу, мячи. И видите на левой фотографии, это сделанные из труб, которые вставляются внутри линолин, когда мы покупаем линолин, да, вставляется такой тубус. Вот из них делаются эти трубы разного цвета. Не трубы, а желоба разного цвета. И такая конструкция создается, где вот эти желоба размещаются по мнению, по желанию детей. Они могут быть двухъяростными, вставляться друг в друга и так далее. И дети экспериментируют, какой мяч, с какой скоростью по такой дорожке пробежит, за какое время. Устраивают разные соревнования, экспериментируют. Им интересно, и они могут этим заниматься всю прогулку. А в результате, пожалуйста, умение взаимодействовать, да, умение ставить задачу, умение планировать свою работу, умение фиксировать результат своей деятельности, умение, скажем так, согласовывать свои движения, да, опять же, сенсомоторные все действия мы у ребенка развиваем. То есть кучу всего из разных образовательных областей задач мы можем решить в рамках вот такой подобной спортивной лаборатории. Но вот на ближнем снимке это вариант для более младших детей, а вот с мелкими мячами, конечно, это вариант для более старших дошкольников. Опять же, вариант спортивной лаборатории в том числе или просто спортивный движ – это совершенно, скажем, незамысловатая конструкция, которую дети могут создавать сами из коробок, да, и вот эта возможность двигаться, возможность придумывать движение, возможность придумывать свои собственные тренажеры и так далее. То есть смотрите, насколько здесь будет полет мысли у ребенка, полет движений. Очень, конечно, нужна большая площадка для вот этого спортивного движа, да, спортивной лаборатории, но тем не менее это того стоит. Вот такая возможность такой организации деятельности, самостоятельной деятельности, тем мы только лишь создаем условия, но при этом решаем массу-массу задач. Или двигательный маршрут. Опыт работы тоже детского сада, 124, мотылек. Вы видите, что это такое. Это определенный пункт, который формируется сначала вместе с педагогом и дети, потом на более сложном таком уже этапе дети самостоятельно могут этот двигательный маршрут сформировать. То есть двигательный маршрут – это определенный путь на территории детского сада. Ну, не только на территории детского сада может быть, может быть по территории физкультурного зала, он может по территории группового помещения, он может по территории помещения детского сада, если у вас есть такие условия. И там есть определенные площадки, определенные территории, которые нацеливают детей на определенный вид деятельности, да. И сам этот двигательный маршрут, он строится согласно методике физического воспитания, и дети тоже это должны понимать. То есть сначала мы готовим как вводной части физкультурного занятия организм к нагрузке, затем мы уже получаем более такую серьезную нагрузку, осваиваем какие-то двигательные умения и навыки, да, или проводим соревнования. В конце у нас должна быть обязательно релаксация и расслабление. То есть все согласно определенным законам. И вот вы видите на фотографиях определенные участки, да, которые, скажем так, стимулируют, провоцируют детей на различные виды движения. Эти участки могут быть отмечены различными маркерами, вот вы видите, на асфальте, в различных формах и видах табличек. Вот. И, конечно, это очень хорошее подспорье в работе педагога для реализации задач образовательной области физического развития, и не только этой образовательной области. Я напоминаю про интегративный подход. Ну и, конечно же, педагог в начале своей работы пользуется определенным методическим конструктором формирования двигательного маршрута, да, который начинается, безусловно, от определения задач, которые необходимо решить. Выбираются определенные площадки, продумываются там условия и периодичность работы вот этого маршрута, да, этого, который планирует педагог. А потом, как я уже сказала, работа уже может осуществляться вместе с детьми, самостоятельно с детьми. И даже уже в этом детском саду существуют семейные двигательные маршруты. Результат своей двигательной деятельности фиксирует ребенок в своем спортивном блокноте. Это тоже, опять же, мы вспоминаем, да, что в рамках вот данной образовательной области мы решаем задачи других образовательных областей, да, социально-коммуникативного развития, познавательного развития, вот как в жизни выглядит такой спортивный блокнот, вы сейчас видите на экране. Ну и вот поэтому любое событие, вот как пример, допустим, день бабушек и дедушек, да, с определенным строем задач, которые планирует педагог, можно решить в разном форме и в спортивной лаборатории, и в культурной практике, например, час игр. То есть мы выбираем форму в зависимости от условий, от особенностей контингента детей, от их интересов и так далее. Но главное, что ребенок был в позиции активной, субъектной позиции. Что касается развивающейся предметно-пространственной среды, то, уважаемые коллеги, в федеральной образовательной программе также расставлены определенные акценты, да, теперь у нас нет уголков физкультурных, у нас есть центры активности, опять ключевое слово активность, и в том числе центры двигательной активности. Но опять же, это не значит, что у нас все оборудование, все материалы, все пособия должны сконцентрированы быть в одном месте. Наше видение, что, опять же, центр двигательной активности может быть рассредоточен под группе, да, по группе. То есть, например, задачи здорового, формирования основ здорового образа жизни могут и в игровой деятельности какие-то пособия лежать, да, и где сюжетно-ролевые игры у нас размещены. Двигательное творчество – это тоже может быть как вариант размещения в центре творческом и так далее. Если мы говорим, собственно, о оснащении центров двигательной активности, то вот мы определили определенные подходы, которые нужно обязательно следовать для того, чтобы реализовать все требования федеральной образовательной программы. И я бы выделила сейчас, я остановилась на подходе открытости для преобразования ребенком. Что это значит? Это значит, что обязательно в группе детского сада должны быть какие-то полифункциональные вещи, какое-то оборудование, которое позволит ребенку самому создать себе условия для двигательной деятельности. Вот несколько примеров я сейчас покажу. Да, вот, пожалуйста, из гимнастической палки и вот такой конструкции ребенок может создать как бы себе площадку для либо лазанья подвязания, либо для прыжковой деятельности, да, либо еще для чего-то. То есть у него работает уже мозг, как можно это использовать в той деятельности, которую бы ему хотелось. Или вот, пожалуйста, на правой фотографии это сантехнические такие трубы. Я думаю, что во многих детских садах используют педагоги их. Но здесь тоже вот в данном случае для подвязания, лазанья ребенок использует эту конструкцию, может использовать как ворота, либо еще как какой-то инвентарь уже в силу фантазии ребенка. Ну и очень важно, чтобы много плоскостей было занято возможностями двигаться, да. Вот на правой фотографии вы видите вариант мотивации движения к движению малыша, но и не просто к движению, а таким достаточно координированным упражнением, да, которые заставляют одновременно думать и двигаться. Ну и опять же на левой фотографии использование такого оборудования или пособий, которые можно убирать, организовывать, то есть ребенок сам создает себе условия. Ну и опять же те пособия, которые можно использовать и решать одновременно несколько задач из разных образовательных областей. Этот пособий, наверное, уже во многих детских садах используется, парашют, да, но тем не менее в процессе игры с ним, да, мы можем закреплять цвета, мы можем согласованность действий, закреплять разные слова и обобщения и так далее. Если мы берем разные мечи, да, по весу, то тоже у нас уже совершенно другая работа идет физическая, да, у детей. Поэтому очень важно выбирать такие пособия, чтобы они решали сразу очень большой спектр задач. Вот еще пример, да, таких авторских пособий, которые позволяют решать задачи физического воспитания и социально-коммуникативного развития, да, согласовывать свои действия, договариваться и так далее. Ну и, конечно, ну, очень важно, чтобы ребенок в самостоятельной деятельности использовал тот навык, который мы им даем, да, в процессе различных форм двигательной деятельности. И вот эти разные алгоритмы, схемы позволяют ребенку вспомнить тот двигательный арсенал, который он освоил, и использовать их в самостоятельной деятельности. Вот на левой фотографии, конечно, это вариант для детей второй, младшей, средней группы, когда мы видим собственное изображение человека, а уже в более старшем возрасте это схематичное изображение, которое позволяет нам, скажем так, еще и закреплять умение ребенка работать со схемой. Уважаемые коллеги, все, что я хотела сегодня сказать за сегодняшнюю встречу, я вижу вопрос от Таисии Нечаевой. Да, здесь, наверное, зачитаю. Здорово, что сейчас уделяется столько внимания физическому родительству детей дошкольного возраста. Родители, воспитатели, медперсоналы уделяют много внимания тому, чтобы детки росли здоровыми как физически, так и эмоционально-эпсихологически. Но, на мой взгляд, серьезная проблема у нас с доступностью детям уже школьного возраста, особенно среднего звена, покупать и использовать террористические напитки, в том числе ВИПов. Это как признак, что я уже взрослый и крутой. Так. Ну, действительно, это сейчас такое веяние времени. И что нужны, Таисия говорит, нужны необходимые федеральные программы, которые больше вы показывали и рассказывали про важный здоровый образ жизни для всех граждан России от малого до велика. Ну и отдельная тема зависимость от телефона, смартфона, компьютера. Они готовы жить в телефоне, совершенно верно, уважаемая Таисия. И виртуальные игры, которые нам тоже заменяют. Нужно ли знакомить детей рано с современными технологиями? Ну вот как раз я хочу сказать, Таисия, что я с вами полностью солидарна, но очень важно как раз начать работу по формированию основ здорового образа жизни с самого раннего детства. Вот когда мы это с дошкольного детства, вот то, что мы заложим, оно все-таки сохраняется в будущем. И семья поворачивается ближе и быстрее лицом к маленькому ребенку. И на опыте детского сада... На опыте детских садов в планете детства ЛАД я могу вам это подтвердить. Поэтому вот здоровый образ жизни, формирование основ здорового образа жизни, поиск интересных подходов, это очень важно. Я как говорила, что вот в планете детства есть такая программа интересная «Будьте здоровы», которая как раз в деятельности подход подразумевает вот освоение правил здорового образа жизни детей дошкольного возраста. Но инструменты педагогические... Значит, Дмитрий спрашивает, Базилевич, скажите, пожалуйста, какие инструменты и подходы используются для педагогической диагностики достижения детей в области физического развития? Но, в принципе, у нас основным сейчас инструментом является педагогическое наблюдение. Сейчас его можно использовать и нужно. Это основной инструмент. Но мы можем с вами составить карту, скажем так, тех навыков, которые ребенок в каждом возрастном периоде должен освоить и провести какие-то контрольные мероприятия и увидеть степень сформированности того или иного навыка. Но, в принципе, мы можем использовать и, если касаемо сформированности основных движений, на мой взгляд, тот инструментарий, который нам давался в программах физического воспитания. Нина Владимировна Полтавцева, Смирновой. То есть вот именно по основным движениям, физическим качествам мы можем пользоваться и этими методическими обеспечениями. Но основной все-таки метод – это педагогическое наблюдение. Потому что мы с вами посмотрели, что результатом является не только двигательный навык, степень его сформированности и уровень, а и проявление нравственно-волевых качеств и проявление творчества движения. То есть у нас достаточно широкий спектр освоения образовательной области. Дмитрий Базилевич тоже еще один вопрос задает. Каковы потенциальные риски и негативные последствия внедрения новых стандартов физического развития? Как их можно минимизировать? Но я думаю, что это уже вопрос целого вебинара. Я думаю, что если эта тема интересна многим, мы тогда затронем ее на отдельном мероприятии. Спасибо за вопрос. Очень актуальный. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Дмитрий снова спрашивает. Как обеспечивается профессиональная поддержка повышение квалификации педагогов в контексте новых требований? Ну, конечно, повышение квалификации – это вопрос, скажем так, приоритетный. Потому что, что касается новых, современных форм работы с современными дошкольниками, это вопрос, который сейчас необходим педагогам. И, конечно, в частности, в нашем центре непрерывного профессионального образования планируется сеть курсов по современным подходам к реализации физического воспитания детей дошкольного возраста. Конечно, нужно знакомиться и с опытом коллег. Есть очень такой интересный опыт коллег. Мы приглашаем их как преподавателей на свои курсы. И представителей науки, конечно, тоже они являются преподавателями у нас в Центре непрерывного профессионального образования. И это очень важный вопрос. Следующий вопрос от Дмитрия. Как изменения в образовательной области физического развития соотносятся с международными стандартами и практиками дошкольного образования? Ну, вопрос очень широкий, особенно на современном этапе. Вот, и очень такой проблемный. Поэтому я думаю, что это тоже как раз отдельная встреча. Уважаемые коллеги, я никакой вопрос не пропустила. Какие новые, Дмитрий, интересуются? Какие новые подходы, очень приятно, Дмитрий, что вы так заинтересованы, правда? Какие новые подходы к мотивации детей, к физической активности вы считаете наиболее перспективными? Ну, на мой взгляд, сейчас очень хорошо работает у детей позиция, опять же, субъекта деятельности. Вот, если мы будем использовать такие субъектные формы работы с ребенком, то это будет его мотивировать в деятельность. Еще пример быть как взрослым. То есть спорт, это тоже серьезный мотиватор. Я постаралась это сказать в своем общении с вами. Вот сейчас, конечно, в федеральной образовательной программе заложены определенные виды спорта, достаточно большой спектр. Но, в принципе, мы можем в рамках вариативности образовательной программы использовать и какие-то новые интересные спортивные упражнения, допустим, которые очень приоритетны в том или ином городе, в той или иной области. Вот у нас, например, в Тольятти очень хорошо развит гандбол. И мы все знаем о своих спортсменах, гандболистах. У нас очень сильная команда женская. И поэтому, если у нас в качестве дополнительной программы будет освоение гандбола как спорта, это тоже большой мотиватор. Потому что у нас есть практики общения непосредственно со спортсменами. Такие формы работы, когда спортсмены настоящие, действующие, приходят в детские сады, общаются с детьми, проводят у них тренировки со звездой и так далее. Это тоже очень сильный мотиватор быть как вот этот человек. Дмитрий вопрос задает. Какие примеры с международным опытом вас вдохновляют и могут быть адаптированы на системе дошкольного воспитания? Но, честно говоря, сосредоточена на российской системе сейчас. Это, честно говоря, у нас настолько научно обоснована наша система физического воспитания прожита, научно обоснована. Единственная сейчас проблема – переложить на особенности современного ребенка. Все вот эти, всю эту методологию нашу. Вот. И я думаю, что мы как раз должны быть приверженцами нашей российской системы. Это мое мнение. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Мы будем рады контактам с вами, если вы к нам обратитесь за дополнительной какой-то информацией или за дополнительным вебинаром. Мне было очень приятно с вами работать, отвечать на вопросы. Это здорово, когда аудитория очень заинтересована. Неравнодушно. Это очень важно для любого спикера, ну и вообще для нашего образования. Уважаемые коллеги, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...